Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне И воприкарно-п antibiotیک Конечно, основные это сведения, наверное, основные даты, события основные. Я думаю, что в памяти еще есть. В одно время с участниками из Ленинского района диктант побега писали тысячи людей по всей стране. Многие испытывали волнение и от самого экзамена на знание истории войны, и от участия в столь патриотическом мероприятии. Достаточно сложно вспоминать это все, это так интересно, и самое главное, это настолько патриотично, я считаю, особенно для молодого поколения, когда ты можешь оценить свои знания, и самое главное, еще раз вспомнить всю историю Великой Отечественной войны. Патриотический диктант состоял из 20 заданий, 13 из которых с выбором варианта ответа на остальные 7 нужно было ответить кратко. Первыми за довольно короткое время справились старшеклассники. Никита Бибиков из 7-й школы оценил высокий уровень сложности диктанта. Там было, где изображение танка, например, ну можно не знать многих, потому что он не самый известный, и также в сражениях можно запутаться или не вспомнить какого-нибудь полководца или маршала. Организаторы акции уверены, что патриотические диктанты в преддверии Дня Победы станут проводиться ежегодно. То, что сейчас говорят о Великой Отечественной войне, настолько искажено, настолько неправдиво, как бы лживо, и для того, чтобы мы могли эту правду поднять наверх, мы должны об этом помнить. Мы должны периодически это, как бы проверку для себя даже делать в памяти, что у нас сохранилось, что мы знаем, как мы это помним, как мы это отмечаем. Бланки с ответами отправятся в Министерство просвещения, где будут проверены и оценены результаты участники диктанта, смогут узнать 12 июня в День России.